Добро пожаловать на наш лекторий «Притчераби Иисуса». В христианстве можно ли себе представить, что кто-то будет называть Иисуса Равином? Вы когда-нибудь такое слышали? В Евангелии, как минимум в разных Евангелиях, как минимум 13 раз к Иисусу обращается как «Рави» в русском синодальном переводе. Но, кстати говоря, если мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и здесь у нас очень есть интересный эпизод. Буквально с самого начала своего Евангелия, когда Иоанн вводит нам личность Иисуса, вот как оно выглядит. Здесь сказано так. Я читаю с 35 стиха первой главы Евангелия от Иоанна. «На другой день опять стоял Иоанн и двое учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий». То есть это у нас, если взять, второй раз является Иисус во время крещения. И фактически у нас уже Иисус принимал крещение раньше от Иоанна, да. А что у нас сейчас, где он после крещения находится, согласно повествованию других Евангелий? В пустыне. Да, он в пустыне. После этого он как бы возвращается из пустыни, и вот этот эпизод, он как раз, вот это другой день. То есть это не следующий день после крещения, через 40 дней этот другой день наступил. И вот он показывает своим ученикам, то есть Иоанн, креститель, показывает своим ученикам на Иисуса, говорит, вот Агнец Божий, 37 текст говорит, «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». Иисус, обратившись, увидел их идущих и говорит им, что вам надо, они сказали ему, «Рави, где живешь?» Я специально эти скобки не прочитал. Что в скобках есть? Слово «учитель», да? А что такое «рави»? Скажите, пожалуйста, где-нибудь раньше, вот если мы читаем в Ветхом Завете, в книгах Торы, пророков, где-нибудь встречается слово «рави», «равин»? Вы где-нибудь встречали такое? Нет, его там быть не могло. Но, а почему здесь у нас в Евангелии, да, в русском синодальном переводе у нас такие скобочки, что означает «рави» – это учитель, да? Ну, в общем-то, действительно так, да? То есть это не просто, как из песни «Учительница первая моя». Я не знаю, поют ли сейчас эту песню на выпуске младшей школы, но тогда, когда я выпускался из третьего класса, это была такая песня специально для такого случая. То есть явно это не учитель, который стоит у доски, явно здесь что-то другое. Вот было мнение «Это учитель закона». Вообще, что такое «рав» по… какое это слово? Это слово арамейское, да? То есть вот это вот понятие «рав», «равин» отсюда, это арамейское слово. Означает оно «великий». На иврите оно звучит как «гадоль». То есть арамейский иврит – это как фактически русский и украинский. Они между собой где-то есть схожие слова, где-то между собой слова непохожие. Но вот здесь вот такая есть особенность, да? То есть «рав» – это арамейское слово «великий», «большой». Ну, как говорится, если бы мы были где-нибудь в южных странах СНГ, я бы сказал, «большой человек». Ну, эта интонация означает, что «большой» в смысле не размера, а авторитета. Вот поэтому пытается Иоанн сказать, да, он же пишет, на каком языке написано «Евангелие от Иоанна». Она написана на греческом, да, потому что Иоанн работает в Асии, это Малая Азия, это южная, юго-западная оконечность побережья Игейского моря, современная Турция, да. Здесь он работает в иудео-христианских общинах первого века, которые, несмотря на то, что там большое количество евреев есть, но они все равно, это эмигрантские, будем так говорить, общины, это диаспора, они говорят по-гречески, ну и к тому же уже подтягиваются многие греки, не знающие вообще иудаизм, поэтому Иоанн делает такую на греческом поправочку, что означает «didaskolos». Вот, но, тем не менее, вот это вот до конца нам, вот это понятие не дает нам всей картины, что такое раввин, пока мы немножко не разберемся в истории вообще того, как преподавалось священное писание в древнем Израиле и в иудее первого века, и второе, как строилась в иудее первого века до нашей эры система образования. Вот это вот два очень важных исторических момента. Когда мы открываем книгу «Второзаконие», то у нас есть два таких вот интересных момента, которые рассказывают о том, в чьих руках, от чьей ответственности, в общем-то, находился процесс обучения Торы. Вот «Второзаконие» 17 глава говорит нам о том, что тут речь идет о царе, и в 18 тексте сказано, когда он сядет на престоле царства своему, он должен списать для себя список закона сего, какого закона, о чем здесь идет речь. Здесь речь идет вообще, 10 заповедей никогда конкретно законом не называется. Когда говорится «книга закона», список закона, речь идет о свитке Торы, который написал Моисей. И вот здесь сказано, спеши для себя свиток закона сего, с книги, да, вы видите, почему это не 10 заповедей, потому что 10 заповедей на скрижалях внутри ковчега, а здесь с книги, находящиеся у священников и левитов. То есть, видите, книга закона, она отдана под ответственность священников и левитов, которые должны были ее преподавать. Ну, кстати говоря, то же самое написано в 31 главе книги «Второзаконие». 24 текст говорится так. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, вы видите?» То есть, здесь у нас описан завершающий момент написания Торы, то есть, всего закона. Поэтому и дальше сказано в 25 стихе. «Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета, Господня сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа». То есть, левиты не просто был обслуживающий персонал святилища, которые убирались. У левитов была еще одна важная ответственность быть учителями закона в Древнем Израиле. В частности, когда нам 4 книга царств рассказывает об Иосафате, который, в принципе, был довольно праведным царем, то первое, что делает Иосафат, он отправляет священников по городам иудейским с книгой закона обучать закон. То есть, это была такая задача. Даже когда Израиль, 10 колен, попадают в ассирийский плен и на их место приводят всяких там из Месопотамии людей, вот эти будущие самаритяне, так называемые, и они оказываются в ситуации, когда там на них львы нападают. Это все описано в 17 главе 4 книги царств. И тогда они пишут ассирическому царю. «Мы не знаем закона земли сей. Научи нас». Ну и он тогда среди переселенных израильтян находит священника, которого возвращает обратно на территории, уже населенные новыми этими народами, и тот их начинает учить закону Господа, Бога земли той. То есть, вот это была роль колена Левина. Но это имело и преимущества, и недостатки. Самый главный недостаток вот такой вот системы, когда человек, принадлежащий по рождению колену Левину, становился автоматически учителем закона, он сразу проявляется. То есть, как говорится, хочешь, не хочешь, все. Допустим, тебя тянет в бизнес, а тебе отец говорит, мы левиты, мы не можем иметь землю, на дел бизнес мы не можем иметь. Ты должен вот служить в храме, ты должен учить закон, понимаете? Проблемка. Эта проблема появляется. Эта проблема является определенной ситуацией, бичом, может быть, израильского народа за всю ветхозаветную историю. Особенно это проявляется в книге судей, когда очень четко видно, что священники не выполняют свою работу. Самая для меня такая и парадоксальная история, это история о Михе, мама которого была набожной женщиной, и она посвятила серебро Господу, они вылепили истуканы из серебра. То есть, это говорит о том, что эта набожная женщина понятия не имела о том, что пишет вторая заповедь Диколога. То есть, если она такой элементарной вещи не знала, то там, понимаете, это был кризис. Это книга судей. Ну и так далее, и так далее. Основной такой, может быть, сказать, конфликт и кризис священства проявляется уже в межзаветный период истории, 170-й год до нашей эры, когда Иудея подпадает под власть сирийской династии Селивкидов, которые являются очень... Они были сторонниками эллинизма. И такой был царь Антиох IV, Епифан, который решил силой навязать иудеям эллинизм и идолопоклонство. Общество раскололось. Благодаря одному из священнических кланов, которых именовали Маковеями, конечно же, была одержана победа. Но большинство семей священников решили, как говорят, прогнуться, пойти на компромисс с Антиохом и Епифаном, решили, а нам немножко того, немножко идолов, немножко эллинизма. Ну, не помешает. И после победы Маковейской доверие к священникам левицкого рода было потеряно в обществе. После победы Маковейской доверие к священникам левицкого рода было потеряно в обществе. Но у Бога был свой план. Этот план начал осуществляться еще во времена Ездры. Кем был Ездра? Священником. А кем еще он был? Второй его титул – книжник Софер. Он из священнического рода, но вот здесь книга Ездры и Нееми, она дает нам мостик, который поясняет нам многие новозаветные понятия. В Новом Завете, в Евангелиях постоянно встречается слово «книжник», 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 «книжник». Первый книжник – это был Ездра. Почему книжник? Софер – это переписчик. То есть он занимался переписыванием священного писания, и фактически ему как бы присваивают ученые составление канона писаний иудейских, которые именуются в христианстве Ветхий Завет. То есть он сложил эти книги все и так далее, и так далее. И вот когда мы читаем о деятельности Ездры, книга Немия, восьмая глава, повествует нам о том, как Ездру попросили вынести свиток закона и читать его перед народом. И вот здесь, в седьмой тексте написано, кто помогал Ездре. Тут имена такие. Немия, восьмая глава, седьмой текст, говорит, да, «Иисус, Ваная, Шеревия, Ямим, Акуф, Шафтай, Годия, Моосея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Филая и левиты». Это вот очень важный момент. И левиты. То есть кроме левитов они что делали? Я прочитаю. Они написано, читали из книги закона Божьего внятно и присоединяли толкование. Вот это вот понятие «внятно», то, что переводится на русский язык так, это фактически они переводили с иврита на арамейский. Потому что вернувшиеся иудеи из Вавилонского плена, они ивритом владели слабо, а их язык был арамейский. Кстати говоря, Иисус, родом из Галилеи, тоже говорил на арамейском языке. То есть, что мы здесь видим в этом тексте? Мы видим, что кроме левитов Ездра вовлекает в служение, преподавание Торы, закона, людей нелевитского рода. И, соответственно, вот это вот начало нового этапа в развитии иудаизма, да, появляются вот эти люди, знатоки Торы, которые нелевиты. И фактически они начинают становиться такими вот народными учителями. Круче говоря, фарисеями. Потому что задача фарисея, вот, «ле фареш», это означает «разделить». Что значит разделить? Ну, в то время, да, у вас Тора представляет себе сплошной текст. Ни точек, ни запятых, ни абзацев, ни глав. То есть, чтобы понять текст, его надо прочитать так, чтобы человек услышал, где у тебя точка, где запятая. То есть, вот это вот то, чем занимались фарисеи. Вот это внятно. То есть, они читали членораздельно. Не просто так вот сплошным речитативом, а именно членораздельно. И вот начало воспитываться это новое поколение. Эти люди, они стали основой системы образования в Иудее. В Иудее, находящиеся под римским владычеством фактически существовало две системы. Первая система — это система греко-римских философских школ. То есть, она была, потому что в Иудее были эллинистические города, их сегодня находят. Вот та же Кесария, тот же Бет-Шиан, библейский Вифсаин. Это были эллинистические города, там жили всякие люди, вот, приезжие, как говорится. И вот там, конечно, были школы философские, туда, кстати, богатые иудеи отдавали своих детей, потому что это были платные школы. И там их учили в философии. А философия — это тогда все математика, естествознание, природоведение. Поэтому обученный в философии человек умел считать, правильно, его можно было брать на государственную службу. Поэтому начали, брали таких людей в налоговую инспекцию, как они назывались в Евангелиях? Мытари. Вот, мытари, то есть, это налогосборщики. Вот, не все они были ворами, ну, Закхей был коррупционером, он в нем каялся, но был еще один мытарь, да, который известный, Матфей, вроде коррупционером не был. Но почему мытарей не любили? Их не любили не за то, что они были коррупционеры все, их не любили за то, что они предали веру и пошли учиться греческой философии, правильно, они пошли греческой философии учиться. Есть такая история, Раби Мейер, известный такой, лидер иудаизма, его спрашивают, один богатый еврей, могу ли я обучить своего сына греческому? Греческий подразумевается не только язык сам по себе, а вот все, что в пакете прилагается. Раби Мейер говорит, можешь, только не днем и не ночью, потому что Псалом 1, стих 2 говорит, и над законом его он размышляет день и ночь. То есть день и ночь, видите, то есть вот эта альтернатива, вот эта раввинистическая альтернатива. Раввины стали и учителями. К раввину идти бесплатно. То есть учеником раввина в обществе было быть почетно. Человек, допустим, да, вот, если предположим, ну, возьмем рыбака, да, рыбак рыбачит на Галейском море, лодка у него, сын, трое сыновей. Старший сын подрос, рыбак работал, не покладая рук, чтобы купить вторую лодку, чтобы увеличить бизнес семейный, да, оборот. Средний сын растет, они уже с старшим сыном работают, чтобы вторую лодку купить. Покупает вторую лодку, а тут средний сын заявляет, папа, меня есть побуждение пойти изучать Тору. О, это почет. То есть, все будут теперь знать в деревне, что да, мой сын пошел изучать Тору. У такого-то, такого-то раввина. Но это и головная боль. Кого теперь в лодку посадить? Надо кого-то не из семьи брать, чтобы как-то затраты окупить на лодку, которой сын уже теперь не работает. Все, сын пошел изучать Тору. И если идешь изучать Тору, то это всеобъемлющее образование. То есть, начинаешь с того, чтобы обучаться грамоте. Потому что другой способ научиться читать, писать в обществе таком вот рабочего людо галилейского, да, рыбаки, виноградари, возделыватели оливок, да, где? У них там в деревне какой-то государственной школы не существует. Да, иерусалимская элита, там, те, кто побогаче, да, они своих детей, мы уже говорили, они их отдают в римские школы, а галилейская беднота, денег нету, да и вообще, ну, это, это неприлично, ну, как ты предашь веру, отдашь учить философию, и так далее, все, идем к раввину, а раввин, он, все, начинается элементарно, начинается с элементарного. Есть такая история, известный раввин, был такой, рабе Акива, который начал изучать Тору вместе со своим сыном, сыну было 14, а ему было 40, и он сел со своим сыном, ну, не за парту, а у ног, раввина, вот это выражение, да, у ног, это не просто там сидишь, что-то делаешь, оказывается, это все тоже по традиции иудейской, есть записанное такое высказывание древних иудейских мудрецов, такой есть трактат, называется «Поучение отцов», перкея вот, там сказано, найди себе учителя, сиди у ног его и питайся прахом от подошв его, ну, понятно, немножко преувеличение, но суть в том, вот, учителя нашел, ты у него берешь все, начиная с азов, алов, бет, гимов, еврейский алфавит, начинаешь писать, читать, если ты хорошо пишешь, ты можешь пойти в книжники, а книжник – это не только переписчик священных свитков, книжник – это еще тот, кто любой юридический документ делает, надо дарственную написать, надо договор купчую написать, надо наслед завещание написать, идешь к книжнику, а книжник обучен, он как юрист, у него, ну, понятно, что бланков-то в форме, то есть он обучен, как у него, они здесь, бланки, он начинает тебе писать, такой-то, такой-то, такого-то года, такого-то числа, понимаете? Вот это была система. Когда ученики обратились к Иисусу Рави, они знали и понимали эту систему, они понимали, что их Рави, Иоанн сын Захарий, кстати, сын священника, хочет передать их дальше, то есть фактически, вот Иоанна первая глава, это вот как выпускная церемония. Все, я вас довел до селя, а теперь вот ваш Рави, идите за ним, и они говорят ему, вот Рави, понимаете? То есть Иисус являлся частью той иудейской системы религиозного образования. Какое имеет это отношение к притчам? Очень простое. Дело в том, что притчи – это один из дидактических, то есть педагогических инструментов, с помощью которого раввины учили своих учеников премудростям Торы. То есть евангельские притчи, которые мы будем с вами разбирать в нашем лектории, они не являются по своей форме уникальными. Точно так же, как Иисус не был единственным Равином. Уже во времена Иисуса были развиты, ну, по крайней мере, две таких школы. Была школа, которая называлась Дом Шамая, и была вторая школа, которая называлась Дом Гилеля. Когда Иисус вступал в какие-то дискуссии библейские с фарисеями, это, в общем-то, были студенты одной из двух таких вот школ. То есть Иисус фактически приносит конкуренцию. Он приносит свою школу, в него своя методика, но есть общие черты. Притчи, вот представьте себе, если начать ребенка учить музыке, да, отдали в музыкальную школу учителю фортепиано, да, будет гаммы, арпеджио для разработки пальцев. А притчи для разработки мышления духовно-аналитического подхода к пониманию премудрости Торы. Вот почему очень важно нам понимать, что Иисус, рассказывая притчи, выступает здесь в роли раввина, а не греческого баснописца Эзопа. То есть притча и басня – это совершенно разные вещи. И поэтому от этого зависит наше понимание того, как мы воспринимаем ту или иную евангельскую притчу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok